Всем привет! Спасибо за очередную встречу на этом канале и сегодня мы разбираем наш зимний гардероб. В этом сезоне зима 2014-2015 на первое место вышел вот такой пуховик. Вернее, пуховиком это сложно назвать, потому что куртка имеет очень тонкую прослойку из пуха. Также в этом сезоне популярна эта куртка в бежевых цветах. Если вы читали публикацию в моем инстаграм о бежевых цветах, то вы могли наблюдать большую линейку оттенков бежевого цвета. Это бывают розово-бежевые, желто-бежевые, песочно-бежевые, коричнево-бежевые и так далее. Бежевая имеет многогранный спектр цветов. В данном случае куртка бежево-серового цвета. При одном освещении она серая, при другом освещении она бежево-розовая. Вот такой интересный цвет. Эта куртка также, как и в прошлом сезоне, стеганая. Но в этот раз у нас строчки идут в несколько ином положении. То есть, если в прошлом году можно было наблюдать ромбы, это перекрещенные строчки, в этом году строчки в основном параллельные. Параллельные друг к другу, то есть куртка похожа на такую бусинечку. Бывают полоски шире, бывают полоски уже, но в общем они все параллельные. Давайте сегодня не будем банальными, не будем украшать куртку всеми уже надоевшими шарфами, платками, колье, ремнями и так далее. Давайте сегодня сделаем нечто интересное. Что я вам предлагаю? Итак, как вы видите, в этом году куртки не имеют объемных воротников. В основном это скромная стойка, либо даже бывает вырез по плечам, такая лодочка. И иногда они имеют тоже небольшую стойку. Итак, обязательно воротник у нас классически маленький. И далее мы применяем всем понравившееся из прошлой серии пальто Max Mara, которое я купила прямо с дефиле. Здесь у нас рукав реглан, длинное объемное пальто. Пальто имеет тот же самый цвет, что и куртка, бежево-серый. Да-да, мы надеваем пальто прямо на куртку. Смело, ничего не боимся. То есть в этом году очень популярны комбинированные материалы, комбинированные цвета и комбинированные формы. Таким способом мы убиваем двух зайцев. Во-первых, нам тепло. То есть в Кашемире у нас не походишь зимой в минус 40 в России или в минус даже 20. И в такой тонкой курточке тоже можно ходить только лишь осенью и весной, которая предохраняет от ветра и от дождя. Поэтому здесь нам тепло. И в то же время мы показываем две вещи на показ. Ну и, конечно же, еще есть третий вариант. Это красиво. Такое пальто могло бы у нас пропылиться до весны, да, там в гардеробе. И тут теперь у нас есть шанс его использовать зимой. Вот так. Здесь у нас есть варианты расстегивать куртку сверху. К примеру, раскладывать ее прямо по воротничку. И вниз надевать шар. И также, если мы будем использовать теплые шерстяные брюки под низ, то можно носить такое пальто даже вот в таком раскрытом состоянии. И здесь у меня еще существует такая маленькая молния. То носить прямо вот так в расстегнутом состоянии, чтобы это у нас все шевелилось, было очень динамичным. И показываем ножки. Также, не застегивая ничего, можно использовать пояс. Сейчас вы скажете, конечно, если пальто в цвет, то окей. Что делать тем, у кого пальто совершенно разноплановое, другого материала, другого оттенка. Скажу так, что не нужно бояться экспериментировать. Нужно всегда проводить параллель с природой. Например, у нас есть красное пальто и зеленая куртка. Почему бы нам их не совместить? В природе есть цветок, есть красный бутон, есть замечательный сочный зеленый стебель с красивыми листьями. И мы все любуемся этим цветком. То есть получается, что красный и зеленый у нас вообще хорошо сочетаются по природе своей. Все знают, что природа не ошибается. Поэтому мы используем шансы, которые дала нам природа и создает сама подсказки, которые работают на нас. Вследствие чего я собираюсь использовать совершенно противоположное по цвету пальто. Оно даже совершенно из другой гаммы. То есть оно имеет коричневый теплый цвет. Такой вот немножко с желта. Если вы помните, это тоже пальто Max Mara. Из шерсти. Oversize. Такое все объемное. И достаточно короткое. Давайте попробуем. Что мы имеем? Мы имеем также замечательную комбинацию, которую можно еще варьировать в разных направлениях. Пальто имеет глубокий вырез на груди и отсюда хорошо видна наша курточка. Уже интересный колор-блок и интересное сочетание ткани. Далее, так как у нас объемные рукава, мы их можем подтягивать кверху. И мы получим такой рукав-фонарь с зауженным манжетом с длинным. В руках можно просто собирать, либо можно даже создавать вот такие манжеты, чтобы был виден подклад. То есть подклад у нас уже плавно переходит в сам манжет куртки. Они оба блестят. Ткани очень похожи. Вот так. Опять же, мы получаем очень практичный, удобный и красивый вариант. То есть такое пальто, оно, конечно, демисезонное, оно не зимнее. Но в таком варианте его можно, конечно, выгуливать и зимой. Также с брюками или с теплыми леггинцами или с теплыми колготами пальто можно носить нараспашку. И еще вариант использования ремня поверх. Ремень может быть в цвет куртки. Если у вас куртка и пальто отличаются по цвету, то таким образом вы еще больше дополните всю композицию. Вот и все на сегодня. В запасе еще остались многочисленные варианты, которые будут рассмотрены в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, следите за новыми сериями, за обновлениями. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok